Еще раз добрый вечер. Спасибо большое за то, что нашли время и пришли на сегодняшний вебинар. Мы сегодня с вами будем разбирать очень интересный сервис отечественный для создания интерактивного контента, который называется Удоба. Попробуем его протестировать, посмотрим, действительно ли он удобный, тебе заявляет. А тестировать мы будем вот этот сервис. Ссылку на него я отправила сейчас в чат. Об этом сервисе я уже говорила два года назад, но поняла, что, наверное, имеет смысл рассказать еще раз, напомнить еще раз о его возможностях, потому что это, во-первых, бесплатный инструмент, во-вторых, он действует без ограничений, им довольно просто пользоваться. Он предоставляет большое количество шаблонов для создания совершенно разного интерактивного контента. Это и викторины, это и ленты времени, и виртуальные туры, и интерактивные книги, естественно, презентации, интерактивное видео. Около 50 интерактивных форматов предлагает. Это просто здорово. Ну и еще одна такая немаловажная деталь. Он один из немногих отечественных инструментов, которые одобрены для использования в учебных заведениях, по мнению Министерства образования. Ну, наверное, для кого-то это тоже важное замечание, поэтому давайте, не теряя времени, приступим к изучению этого сервиса. Начнем мы с регистрации. Я буквально несколько слов расскажу о том, как в нем зарегистрироваться. Покажу на скриншотах все этапы пути. Ну, а потом перейдем непосредственно к самим шаблонам. Итак, сначала, если немножко в историю углубиться, откуда появился сервис, откуда взяты эти шаблоны, уже довольно давно существует сервис, который называется H5P. Это был проект, ну, как был он и сейчас существует в интернете, вы можете его найти. Это проект для создания как раз интерактивного учебного и игрового контента на английском языке. Работа строилась по принципу «заполни шаблон», а дальше система сгенерирует уже готовый продукт. Создатели сервиса удоба взяли за основу эти шаблоны, перевели их на русский язык, адаптировали к российским реалиям и получился сервис удоба, которым мы сейчас и пользуемся. Итак, вот так выглядит стартовая страница. Единственный, может быть, минус – это, конечно, отсутствие красочного оформления стартовой страницы. Мы все привыкли к красивым картинкам, которые переливаются, мелькают. Здесь все достаточно так лаконично. Вы можете прямо на стартовой странице сразу познакомиться с различными видами интерактивных шаблонов. В разделе «Примеры ресурсов» можно посмотреть, как будут выглядеть те или иные ресурсы, почитать инструкции. Здесь собрано несколько инструкций по работе в сервисе. Ну, давайте поговорим о том, как в нем зарегистрироваться. Естественно, нам нужно создать пользователя для того, чтобы здесь работать. Принцип работы следующий. Мы регистрируемся, создаем свою собственную библиотеку. Здесь это называется так. По сути, это личный кабинет, это ваше хранилище, в котором будут храниться все работы, которые вы здесь создадите. Ну и дальше уже внутри этой библиотеки мы будем работать. Регистрация довольно несложная. От нас требуется имя пользователя, адрес электронной почты, пароль. Ну и после этого нажимаем на кнопку регистрации. Ничего лишнего здесь, как видите, нет. Далее. На указанный адрес электронной почты придет примерно вот такое письмо, где вам пришлют ссылку для подтверждения аккаунта. Нужно по ней перейти, вот эта вот одноразовая ссылка, чтобы завершить процесс регистрации. Итак, вы вновь возвращаетесь на сайт, нажимаете на кнопку «Войти» и вновь указываете свой логин и пароль для того, чтобы попасть уже в созданный личный кабинет. Наверху появится ваше имя пользователя, которое вы выбрали при регистрации. Ну и дальше необходимо создать библиотеку. По мере вашей работы на зеленом фоне вот эти вот создатели сервиса будут вам давать подсказку, что и как делать. Поэтому вот на зеленые плашечки обязательно обращайте внимание, они нам помогают. Итак, создаем библиотеку. Это еще проще делается. Просто одним кликом и мы ее создали. А дальше уже внутри библиотеки мы с вами получим вот такое меню, которое позволит нам создавать контент. Мы начнем с самой главной кнопочки, вот это посредине, интерактивный контент. Здесь мы видим сразу логотип H5P и мы понимаем, на основе каких шаблонов все это создавалось. Я расскажу об этом контенте и еще в конце вебинара расскажу немножко о том, как создавать домашние задания внутри этого сервиса. Ну давайте начнем с самого интересного, с интерактивного контента. Опять-таки нажимаем, выбираем, нажимаем на кнопку «Добавить», чтобы добавить новую нашу какую-то интерактивную работу, которую мы будем сейчас создавать. Вот так выглядит список шаблонов. Я уже сбилась со счета, но, по-моему, их здесь уже более 50. Бесплатные шаблоны здесь в свободном порядке расположены. Те, которыми мы пользуемся чаще, они будут в начале списка, а те, которыми мы вообще не пользуемся, мы увидим в конце. Здесь есть возможность отсортировать по новым, но это не так интересно, мне больше нравится опция. Отсортировать по алфавиту. Так нужный шаблон искать намного проще. Если вы уже зарегистрировались в сервисе, вы можете самостоятельно по ссылочке, которую я дала, зайти и попробовать полистать, посмотреть. Напротив каждого шаблона увидим кнопку «Подробности». Здесь можно немножко почитать об этом шаблоне, посмотреть пример работы и небольшую инструкцию получить о том, как работает с этим шаблоном. Естественно, все 50 шаблонов рассказать это очень сложно, да и, наверное, не так интересно будет. Поэтому я выбрала самые-самые, но большую часть мы сервиса сегодня, конечно, рассмотрим. Где-то примерно около 30 шаблонов мы попробуем освоить в очень сжатые сроки. Начнем мы, конечно же, с викторин, потому что их здесь довольно много. Шаблоны совершенно разные. Давайте посмотрим, что предлагает сервис. Итак, есть опрос с одним вариантом ответа. Это самый традиционный опрос. Как всегда, я буду сейчас в чат кидать ссылочки разнообразные, которые помогут вам познакомиться с разными примерами работы. Дальше. Есть так называемое резюме. Сейчас, когда мы дойдем до него, я расскажу, что это такое. Есть личностный опрос по определению типа личности. Есть викторина с набором самых разных вопросов. Они разные по типам могут быть. Красненьким я выделила то, что мы сейчас и рассмотрим. Есть здесь еще викторина с множественным выбором. Викторина «Правда-неправда» и «Угадай ответ». Но эти викторины очень маленькие, состоят из одного вопроса, поэтому они, наверное, нам не так интересны будут. Поэтому мы поговорим об этих четырех, которые я выделила на слайде. Идем. Вот, пожалуйста, первый пример. Давайте сразу я вам отправлю в чат ссылочку. Частично это будут мои работы. Там, увидите, наверху библиотека моего имени будет подписана. Частично это будут работы пользователей Утуба, которые я нашла прямо внутри самого сервиса. Кстати, в самом сервисе вы точно так же можете самостоятельно в поиск вбить название работы или тему и поискать что-то подходящее. Например, вам нужна викторина, посвященная Новому году. Ну, бывает. И вы можете по поиску «Новый год» найти весь контент, который связан с этой тематикой. И под самой викториной, вот здесь, если присмотреться, есть кнопочка «Reuse». Сейчас она, по-моему, уже перевела на английский «Использовать», «Переиспользовать». То есть вы можете этот контент, если он вам очень-очень понравился, вы можете скачать его себе на компьютер и дальше загрузить уже в свой личный кабинет эту викторину, ну и редактировать ее на свое усмотрение. Вот такая полезная опция здесь присутствует. Ну, давайте, это я немножко отвлеклась, давайте посмотрим на опрос с одним вариантом ответа. Как видите, викторина здесь очень простенькая, особых картинок мы здесь не наблюдаем, здесь есть звук. В случае правильного и неправильного ответа вы услышите соответствующий звуковой сигнал. Призы очень простой, нужно выбрать один вариант ответа из предложенных. Такую викторину можно создать буквально минут за 10, если у вас есть возможности. Шаблон так и называется, опрос с одним вариантом ответа. На слайдах у меня будет подписано название шаблонов. В случае, если вы скачаете презентацию, название шаблона всегда будет наверху. Итак, выбираем шаблон. Открывается конструктор. Здесь все очень просто на русском языке, поэтому особо даже объяснять здесь, наверное, ничего не придется. От нас требуется заполнить поля, обязательные, с красной звездочкой. Все остальное по желанию. Нам нужен заголовок работы, вопрос, варианты ответов. Ну и, соответственно, так от вопроса к вопросу двигаемся вниз. Вариантов по умолчанию два можно добавить еще, если необходимо. И вот таким образом в конце мы нажимаем на кнопочку «Сохранить» и ждем, когда викторина сгенерируется. У всех интерактивных работ, которые мы будем создавать, можно получить код и можно получить для встраивания на сайт и влоги и ссылку на работу. Ссылку берем из строки браузера вверху, ну а код через вкладочку «Вставить». Она будет наверху. Идем дальше. Что еще предлагается в этом конструкторе? Если опуститься в самый низ, мы увидим, что здесь еще есть возможность добавить обратную связь. То есть оценить работу участника этой викторины. Обратная связь необязательная, вы можете проигнорировать. В разделе «Общий отзыв» мы выставляем оценки нашим пользователям в процентах. Мы можем самостоятельно рассчитать. Допустим, если он ответил на треть, то это неплохо. Если больше, чем на половину, то хорошо. А если почти на все ответил верно, то отлично. Ну, естественно, это я так написала. Вы можете любую обратную связь добавить, какую захотите. Как я уже сказала, внизу нажимаем на кнопочку «Сохранить» и сохраняем нашу работу в своем личном кабинете, в своей библиотеке. Дополнительно, как всем работам, можно добавлять обложку. Это исключительно для красоты в личном кабинете, чтобы не потеряться. Например, у меня большое количество там работ создано в библиотеке. Я иногда забываю, как называется, а по обложке сразу определяю, та это работа или не та. Как я уже сказала, резюме. Давайте резюме посмотрим. Сказки Пушкина теперь будем разбирать. Вот ссылочка. Чем оно отличается от викторины? Все то же самое, только теперь нам требуется выбрать правильный, не вариант ответа, а правильное утверждение. Утверждений 3, 4, может быть, столько, сколько захотите. Принцип такой же. Один ответ верный. Выбираем. Ну и, как вы понимаете, конструктор точно такой же. Шаблон так и называется резюме. Это перевод с английского дословный. Саммаре вообще этот шаблон называется. Но его перевели как резюме, хотя на самом деле это викторина на основе утверждений. Я бы это лучше так назвала. Итак, вот так выглядит шаблон. Это уже заполненный вариант. Задаем вопрос, вписываем утверждение, ну и, собственно, после этого сохраняем. И в том и в другом типе викторин обращаем внимание, что первое утверждение всегда будет правильным. Здесь не нужно отмечать, какое правильное, какое нет. То, что мы вписали первым, оно и будет правильным. Все остальные, соответственно, неверные. Сервис все перемешает и будет выдавать в случайном порядке, поэтому не боимся, что дадим какую-то подсказку. Кстати, здесь есть возможность добавлять подсказки. Небольшие текстовые сообщения, которые его пользователь увидит, если он затруднится с выбором верного ответа. В этом шаблоне есть такая опция. Ну и самый интересный, на мой взгляд, вид викторин – это викторины с набором вопросов, причем вопросы разного типа. Давайте я вам две ссылочки отправлю в чат. Итак, вот викторина про северных животных, которая сейчас у меня на экране открыта. Это как раз викторина, где я поэкспериментировала с разными типами вопросов, чтобы все вы их посмотрели. Вторая викторина, она более традиционная. Там просто вопросы с выбором одного ответа из нескольких. Но зато они с картинками. То есть в этом типе викторины мы можем использовать не только тексты, но уже более красочно оформить нашу викторину, добавить в нее иллюстрации. Давайте смотреть. Итак, в чем этот набор вопросов заключается? Шаблон так и называется, набор вопросов. Вот так выглядит уже конструктор. С левой стороны список вопросов, которые мы создали. Название вопросов на английском языке, тип вопроса на английском я буду переводить по порядку. Итак, добавляем вопрос, добавить question, такой русско-английский шаблон у нас в данном случае. Выбираем тип вопроса, это выпадающий список. Дальше вписываем заголовок и, собственно говоря, добавляем вопрос и варианты ответов. Первый тип вопроса, который я здесь выделила, это multiple choice. В переводе на русский это вопрос с выбором одного или нескольких правильных ответов. В данном случае ответ у меня несколько будет правильных. Вопрос звучит так. Какие животные живут на Северном полюсе? И варианты ответов здесь один за другим добавляются. Здесь мы уже галочкой отмечаем те ответы, которые будут правильными. Отметить можно или один, или сразу несколько. Здесь тоже есть подсказки, тоже есть обратная связь. И точно так же мы можем в конце поставить оценку пользователям, сколько вопросов они ответили. Молодцы они или не очень. Это простой тип вопросов. Чуть-чуть посложнее тип. Вот так выглядит он у меня в викторине. Здесь тоже нужно выбрать верный ответ, но сделать это немножко иначе. Мышкой надо перенести правильный ответ и вот в эту рамочку, которая у меня выделена. Ну, то есть вот переносом перенести мышку на мышкой, правильный ответ, кнопочку. Они перемещаются вот к этому животному. Естественно, все вопросы можно внизу проверить. Для этого есть специальная синяя кнопка. Это такая викторина с самопроверкой. Ну, давайте посмотрим на этот шаблон. Это вопрос, который называется drag and drop. Выбираем из выпадающего списка, открывается вот такой конструктор. Здесь немножко иначе он выглядит. Нам нужна картинка, которую мы будем угадывать. Загружаем ее с компьютера. Далее переходим во вкладку задача. Во вкладке задача мы выделяем рамочкой. Это может быть либо такая вот прямоугольная, либо кругленькая. Ту часть картинки, куда мы будем кнопки двигать мышкой. И, собственно, создаем эти кнопки. Вот эта кнопочка определяет рамку. Эти две кнопки добавляют кнопки с вариантами ответов. Как мы видим, что кнопку можно написать текстом, как у меня, норковый драндатра. А можно кнопку сделать в виде картинки. Тогда картинки вы загружаете с компьютера. Ну, в данном случае я выбрала текстовые кнопки. Кнопки я добавила, картинку прикрепила, все выделила. И последнее здесь в настройках я указываю, какой же из этих ответов верный. Опускаюсь чуть ниже в настройки. И там задаю сам вопрос. И выделяю правильный вариант ответа. В данном случае это была выдра. Я ставлю напротив нее галочку. И нажимаю на кнопку данных, сохранить. Все. Вопрос создан. Немножко такая запутанная навигация. Но так или иначе мы с этой задачей справились. И тут уже есть подсказки и обратная связь, как у всех остальных вопросов. Здесь тоже все это присутствует. Другой тип вопроса. Это уже пошли вопросы со словами, скажем так. Вопросов здесь несколько. Нужно заполнить пропуски, нужно вставить подходящее слово в пропуске. Все они строятся примерно по очень похожим шаблонам. Ну, вот такой вариант. Здесь у нас есть пропуск. Нужно вписать сюда буквами правильный вариант ответа. Открытый вопрос, по сути. Называется fill in the blanks. Заполни пропуски. Вписываем задачу, вопрос, и строку текста, где будет пропущенное слово. Только это пропущенное слово мы должны видеть с двух сторон звездочками. Здесь есть инструкция. В ней написано еще раз то же самое, то, что я сейчас озвучила. Так что, если забудется что-то, нажимаем на инструкцию и все вспомним. Дальше. Можно сюда вписать одно слово со звездочками, а вы можете вписать целый текст. Тогда таких слов может быть 2, 3, 4, сколько угодно. Это может быть все в одном блоке. Если мы хотим отдельными блоками это задание сделать, то можно нажать на кнопку добавить текстовый блок и вставить еще один текст. И задание получится такое более длительное. Таким образом можно проводить опросы, различные диктанты устраивать, интерактивные. Вот такая вот опция здесь присутствует. Примерно такой же вопрос, немножко иначе. Здесь уже не нужно вставлять в пропуски. Здесь, наоборот, надо отметить лишнее галочками. Как вы понимаете, конструктор будет примерно такой же. Вопрос будет называться Mark the words. Отметь слова. Опять вписываем задачу, заголовок, список слов. Ненужные слова отмечаем звездочками и сохраняем это все. На выходе получится уже готовая задача. Ну и последний тип вопроса. Здесь нужно из списка расставить слова по нужным местам. Здесь у меня есть три героя. Нужно их разместить по трем разным книжкам. Ну, как вы понимаете, конструктор такой же. Называется тащи текст. Дрэк текст. Что нам нужно? Нам нужен текст какой-то внутри слова, отмечаемых звездочками. Из них сервис сформирует список, из которого потом внутрь этого текста надо их передвигать. Вот такая вот возможность. Ну и, наконец, вот такой вопрос есть. Это очень самый простой тип вопроса. Правда, ложь. По-английски это называется true-false question. Выбираем этот тип вопроса. Здесь от нас требуется сам вопрос и отметить, правда это или неправда. Дополнительно можно прикрепить картинку. Во вкладке image подключаем картинки. Точно так же картинки можно прикреплять и к вопросам с выбором ответа, например. Туда тоже можно вставить картинку. Здесь еще есть тип вопроса, который называется эссе. Я его уже отдельно разбирать не стала. Совсем недавно здесь появилась еще одна такая возможность. Что такое эссе? Это когда мы задаем вопрос, а участники должны написать небольшое сообщение, ответить на вопрос открытый. Ну, такое маленькое эссе. Как в этом случае, самое главное, проверяются и начисляются баллы. Потому что в этой викторине за каждый правильный вопрос в настройках настраивается один балл. За каждый верный вариант, который будет выбран. А вот с эссе что делать? Дело в том, что когда мы будем создавать эссе, ну, вдруг вам захочется такой тип вопроса, в настройках надо будет прописать ключевые слова, которые должны встречаться в этом эссе. И за каждое встреченное в тексте ключевое слово будет начисляться по баллу. Это, конечно, не сочинение, но вот таким образом можно тоже какой-нибудь вопрос придумать с ключевыми словами. На выходе в конце викторины участник должен получить сумму баллов, которую он набрал, и вашу обратную связь, если вы ее пропишите в конце. Молодец, попробуй еще, и там и подобные вещи. Вот такая получается викторина с разными типами вопроса. Повторюсь, можно скрестить в одной викторине все варианты вопросов, можно выбрать какой-то один тип или несколько. Самое главное, что викторина получается довольно интересная. Еще один интересный вид опроса. Здесь уже больше не на знание, а такой больше психологический. Это больше развлекательная викторина, поэтому я про нее долго рассказывать не буду, буквально несколько слов. Очень простой тест. Как говорят, Анна Ахматова проверяла, кто есть кто. Кто москвич, а кто петербуржец. С ее точки зрения. Ссылочку я вам отправила, можете себя протестировать, и там всего три вопроса. Пока вы будете на них отвечать, я вам расскажу, как создаются такие опросы. В чем суть? Отвечая на вопросы, мы относим себя к одному, или к другому, или к третьему, к какому-то личностному типу. В зависимости от того, какие ответы мы будем давать. Здесь нет верных и неверных ответов. Давайте посмотрим на конструктор. Сначала нам нужно сформулировать типы личности, из которых мы будем выбирать. По умолчанию их две. У меня их две. Москвич, петербуржец. Можно больше, можно добавить еще. Итак, вписываем название личности, описание и картинку. Добавляем, если необходимо. Для красоты можно. Это первый шаг. На втором шаге мы, конечно, добавляем вопросы. В разделе «Questions» у нас будут вопросы. Итак, допустим, вопрос «Что вы предпочитаете, чай или кофе?» Вписываем варианты ответов. И дальше в разделе «Personalities» мы вписываем, к какому типу личности относится этот вариант. Допустим, чай пьют москвичи, а кофе пьют пертербуржцы. И таким образом каждый вариант ответов мы относим к одному или другому типу. Дальше все это сохраняем. И на выходе получаем вот такой психологический тест. Можно тоже так развлечь своих участников. Это, естественно, не все. Здесь есть викторины отдельно. Например, есть викторина просто «Правда или ложь». Викторина с переносом текста. Есть викторина, которая называется «Диктант». Это когда вписывают пропущенные слова, буквы, запятые и тому подобные вещи. Все они похожи на шаблоны, которые мы только что рассмотрели. Поэтому особых сложностей с ними, наверное, не встретится. Поэтому мы переходим к следующему типу викторины. Это игры со словами. Частично я уже про них рассказала. То есть мы посмотрели на заполнение пропусков, на то, как отмечать слова и на то, как их перетаскивать. Про диктант я тоже пару слов сказала. Это примерно как заполни пропуски. Только там большой массив текста, внутри которого вы можете в виде пропусков отмечать не только буквы, слова, но даже запятые и знаки припинания. И вы можете их предложить учащимся, например, если вы учитель русского языка. И таким образом они могут писать диктант на компьютере, скажем так. Мы с вами посмотрим, как с помощью удобы создавать кроссворды, филворды и игру «Отсортируй абзацы». Поехали. Начнем с филворда. Это очень простой тип игры. Давайте поиграем с вами немножко. Пару ссылок я вам отправлю выбирать, что вам больше нравится. Искать сказочных героев или новогодние аксессуары. Вот, пожалуйста. У меня новогодние аксессуары сейчас на экране. В чем суть? Нужно мышкой найти слово, выделить его линией. Внизу идет отсчет времени, за сколько вы успеете это сделать. Сбоку либо внизу будет список слов, которые нужно найти внутри этого филворда. Очень простой вид, конструктор очень простой здесь. От нас требуется просто список слов. Так выглядит изнутри. Вписываем название, задание и дальше список слов через запятую. Копировать, ставить. Дальше. Выбираем ориентацию. Ну, чаще всего вертикально вниз. И вот здесь в разделе вписываем название букв, которыми нужно заполнить пробелы. Что это значит? Ну, это значит, что внутри филворда будут еще буквы, которые не будут никуда относиться. Сюда мы просто можем скопировать русский алфавит, вставить, и сервис уже самостоятельно выберет какие-то лишние буквы. По умолчанию, по-моему, здесь уже вставлены буквы. Вот это как раз и есть вариант по умолчанию. Мы можем какие-то другие символы сюда вставить. То же самое филворд мы можем создать на любом другом языке. Не обязательно это будет русский. Если вы преподаете английский язык, немецкий, любой другой, то же самое можно сделать и на любом другом языке. Только вместо русского алфавита, соответственно, вписать надо английский, французский, немецкий. Сохраняем, получаем готовую сетку для игры. Кроссворд создается немножко посложнее. Хотя тоже все, что нам требуется, это список слов и определение книг. Тоже два варианта. Один у меня новогодний. Почему-то все время на Новый год потянуло. И второй вариант – полярный кроссворд. Выбирайте вариант, а я буду рассказывать. Вот так выглядит кроссворд. Здесь сетка, сетка нанесена на какую-то подложку, картинку, которую мы загружаем с компьютера. С правой стороны будет список слов. Вписывать можно прямо внутрь квадратиков, либо в саму сетку, куда вы заходите. Просто щелкаем по клеточкам и вписываем на клавиатуре нужные буквы. Дальше. Тут есть небольшие подсказки. В некоторых кроссвордах, не во всех, но в некоторых могут встречаться подсказки. Они обозначены синими значками с буковкой «И». Если на них нажать, откроется либо текст, либо картинка, которые вам помогут сориентироваться. Давайте посмотрим, как конструируется. Этот шаблон, к сожалению, на русский не переведен. И если будет сложновато, то просто переключаем Яндекс.Переводчик или Гугл.Переводчик. Включаем, и все будет переведено тут же на русский язык. От нас нужно определение слова и само это слово. Определение вставляется в графу «ключ», а ответ, соответственно, само слово в графу «Ансе». Ответ. Добавить новое слово через синюю кнопочку «Добавить в Word». Дополнительно к каждому слову мы можем подключить картинку. Она загружается с компьютера. Какую-то текстовую подсказку. Это как раз вот экстра-клю, это как раз и есть подсказки. То есть в качестве подсказки может быть текст, картинка, аудио загружается с компьютера и видео, посылки с Ютуба добавляются. Они будут отображены теми самыми синими значками. Подсказки не обязательно, можно их проигнорировать. После того, как мы добавили все слова, мы загружаем с компьютера фоновую картинку. Внизу под кроссвордом будут настройки, если опуститься еще ниже. Мы там увидим настройки, где можно выбрать цвет сетки, например, чтобы она была, допустим, не синяя, не черная, а белая и тому подобные вещи. Все здесь очень подробно настраивается. Дальше. В кроссворде может быть ключевое слово. Ну, наверняка вы с этим встречались, если кроссворды разгадывали, там в каких-то клеточках будут выделены буковки, из которых нужно собрать ключевое слово. Это ключевое слово нам нужно просто вписать. У меня это слово «Арктика» в моем полярном кроссворде. Я сюда его впишу, и после этого сервис самостоятельно какие-то рандомные буквы выберет и отметит их кружочком. В кроссворде они отмечены кружком, из которых нужно собирать это слово. Ну, и здесь тоже есть обратная связь, называется она «Overall Feedback», где мы прописываем разные мотивирующие штучки. Для тех, кто ответил только на треть кроссворда, для тех, кто решил правильно больше половины, и для тех, кто вообще совсем-совсем справился. Можно самостоятельно эти диапазоны обозначить, а можно просто автоматически. Да нет, на самом деле это не сложно. Сложность может быть в английском языке. Через Google переводчик можно перевести. Еще я вам сразу скажу, что есть обучалка. Я написала почти по всем шаблонам, о которых я сегодня говорю, я почти по ним по всем написала обучалке. Они на последнем слайде в презентации. Так что, если заходите, можно попробовать с пошаговой инструкцией, делается намного быстрее. Ну, вот, пожалуй, и все. Обратная связь не обязательно. Например, можно проигнорировать. Настройки кроссворда, цвет сетки и прочая красота тоже не обязательно. Ключевое слово по желанию. Ну, а так главное вписать слово и его определение. Сервис все сгенерирует сам. И сетку рисовать не придется. Ну, и еще одна очень простенькая игра. Называется «Отсортируй абзацы». Что это такое? Это так шаблон называется. На самом деле принцип какой? Нам по порядку нужно расставить какие-то части текста, например. Ну, в данном случае четверостищее стихотворение Лермонтова. Нужно расставить по порядку. Вот, пожалуйста, вам ссылка. Первая ссылка – это как раз на Лермонтова. А вторая ссылка – я использовала этот же шаблон, но уже для другой игры. Использовала ее с детьми на уроке. Нужно было расставить по порядку события из книги. Взяла я книгу «Черная курица» или «Подземные жители». И вот каждую часть, небольшую часть этой книги я как-то заглавила. И нужно просто по порядку эти части расставить. Ну, как вы понимаете, для этого нужна только мушка. Стрелочки вверх и вниз поднимают или опускают. Шаблон предельно прост. От нас требуется написать, ну, естественно, название работы, задание. Расставь по порядку. А дальше в правильном порядке мы вставляем наши абзацы. Это может быть абзацы, это может быть слово, часть слова, это может быть предложение, все что угодно. Ну, и через кнопочку «Добавить» добавляем новую часть. Сервис все перемешает и выдаст как задание готовое, которое можно решать и самого себя проверять. Это что касается игр со словами. Давайте про картинки немножко поговорим. С картинками тут тоже довольно много игр. Все обозревать не буду, потому что их множество. Вот примерный список этих игр. Здесь игры есть с перетаскиванием картинок. В обучалке у меня найдете, там у меня написано про эту игру. Дальше. Есть игра с выбором изображения. Она состоит всего из одного вопроса, это не очень интересно. Есть игра «Найди пару» изображений, ее еще называют «Memory Game», когда нужно две одинаковых картинки найти. Вы по очереди открываете две картинки, если они не совпали, они обратно закрываются. И так вот, перебирая, находим нужную пару. Игра на внимательность, на память. Мы поговорим о тех шаблонах, которые я выделила красным. Это поиск областей на изображении, либо одну область найти, либо множество областей найти. Это на то, как собирать парочки, и на то, как расставлять картинки по порядку. Давайте посмотрим. Первая игра вот такая. Это очень простая картинка, на которой зашифрована метка. Нужно ее найти, щелкая по картинке. То есть здесь у нас шесть картинок с птичками. Нужно выбрать нужную. Щелкаем по картинкам и находим ее методом познания, либо каким-то другим способом. Шаблон изначально назывался «Find the hotspot». Но в удобе он называется «Поиск областей на изображении». От нас требуется картинка. Ну и, пожалуй, все. Главное – придумать задание. В качестве картинки можно, например, использовать калаш, как у меня. То есть здесь есть несколько изображений. Одно из них будет правильным. Итак, загружаем картинку с компьютера. Дальше. Здесь все уже на русском языке, поэтому стало все проще. Дальше нам предлагают выделить области. Выделить области либо кружочком, либо квадратиком. Квадратик у меня тут закрыт, но он есть. Я выделила квадратиком. Каждую уточку на этой картинке выделила. Дальше. Теперь каждой уточке я пишу обратную связь. Щелкаю по этой метке, которую я выделила, и отмечаю, правильно это вариант или нет. И отзыв. В качестве отзыва можно не обязательно написать правильно или неправильно. Можно дать дополнительную информацию. Например, «Все верно, это Гага, она известна своим пухом. Самый лучший утеплитель на свете». И так про каждую утку можно что-то написать. И таким образом у нас игра еще становится немножко дидактической. Мы рассказываем какую-то полезную информацию для школьников, например. Такой, по сути, интерактивный плакат, только игровой формат. А если правильных ответов несколько, то шаблон будет немножко другой, но принцип такой же. А здесь уже нужно найти… Вот ссылочка, пожалуйста. Здесь нужно найти сразу несколько верных ответов. Памятники города Мурманска. Опять-таки, шесть картинок в виде коллажа. Один из них верный. Шаблон выглядит примерно так же. Мы выделяем, опять-таки, каждую картинку. Я квадратиком выделила. И каждой картинке цепляем в обратную связь. Правильно или неправильно. И фидбэк – это обратная связь. Какая-то справочная информация. Нажимаем «Сохранить». Обязательно прописываем, сколько правильных ответов будет. Это важно, чтобы сервис начислял баллы. То есть, если мы здесь прописали три правильных ответа, то максимальное количество баллов будет как раз три. Все, сохраняем. Игра у нас готова. Точно так же создается игра с поиском пар. Вот, пожалуйста, литературные котики. Нам нужно каждому котику подобрать автора, который его создал. Котики с картинками, соответственно, и авторы тоже с картинками у меня присутствуют. Как делается? Слева несем мышкой вправо. По-моему, так, если я не путаю. Попробуйте. Должно работать либо слева направо, либо справа налево. Из одного столбика носим мышкой в другой столбик и соединяем две картинки в пару. Конструктор, шаблон называется «Пары изображений». И выглядит он вот так. От нас требуется написать задание, а дальше загружать парами картинки с компьютера. Через синюю кнопку добавляем новую пару. Ну, знакомый вариант конструктора, мы уже видели что-то подобное. Первую картинку, она называется «Имидж». Ее можно подписать, но эту надпись не будет видеть никто, кроме вас, как создателя. Это называется так называемый альтернативный текст. То есть, если не загружается картинка, то вместо нее будет выводиться эта надпись. Ну, она не загружаться может по причине того, что интернет слабый, например. Вот. Это не обязательно. Можно вообще это не писать. Дальше. Вторая парочка картинки. Например, у меня здесь «Матроскин», здесь у меня будет «Эдуард Успенский». Буквально на две минуты я загрузила две картинки и перехожу к следующей паре. Количество их не ограничено. А дальше сервис их все перемешает, и получится игра. И другой вариант. Примерно разновидность похожая, немножко иначе. Здесь уже нужно не пары создавать, а расставлять по порядку. Называется на русском языке этот шаблон «Последовательность изображений». Здесь у меня книги Гарри Поттера, которые нужно расставить в правильном порядке. Что требуется? Требуется только загрузить сами обложки этих книг. Так можно, например, расставлять события по порядку, писателей в хронологическом порядке, я не знаю. Может быть, еще что-нибудь вы придумаете. Идей может быть множество. Вот, пожалуйста, через синюю кнопку добавляем картинки, загружаем их, подписываем описание. Вот здесь как раз описание будет видно, оно будет внизу под картинкой. Ну, а дальше участники мышкой будут переносить по порядку, расставляя эти наши загруженные объекты. Тоже очень быстро, буквально 5-10 минут, и игра уже готова. Естественно, они все проверяются. Там есть кнопочка для самопроверки, чтобы сразу можно посмотреть, правильно ты ответил или нет. Так вот постепенно мы добрались до флеш-карточек. Это такой тип контента. Может быть, вы с ними работали. Которые представляют собой действительно карточки, которые нажатием мышки можно переворачивать. Так можно с помощью этого варианта создавать, например, викторины. На одной части карточки будет вопрос, на другой части карточки будет ответ. Но изначально флеш-карточки служили для обучения иностранным языкам. То есть на одной стороне карточки на английском, например, на другом русский перевод. Как выглядят они в этом сервисе? Довольно симпатично смотрятся. Вот парочка ссылочек, пожалуйста. Первая – это моя, та, которая сейчас на экране, русские писатели. Вторая – это разгадка ребусов. Если любите ребусы, переходите по второй. Итак, в чем суть игры? От нас требуется написать правильный ответ. Ну и, соответственно, самого себя проверить. Вписываем ответ, нажимаем на кнопку «Проверить». Если ответ верный, карточка перелистывается на другую. Они здесь идут одна за другой вот такой вот лентой по горизонтали. Довольно симпатично, на мой взгляд, все это смотрится. Как работать с этим конструктором? А все знакомое уже нам по предыдущим играм. От нас требуется задание, вопрос. Каждая новая карточка добавляется через синюю кнопочку. Вписываем на карточку вопрос и дальше правильный ответ, который должен вписать участник. Дополнительно карточке можно добавить еще и картинку. Сохраняем. Здесь, конечно, карточки не переворачиваются с одной стороны на другую, но все равно и то, и другое присутствует. Нет, варианты ответов здесь не предусмотрены. Здесь только нужно вписывать самого. Единственный правильный ответ самому нужно его вписать будет. Варианты здесь не предусмотрены. Но здесь есть опция подсказки. Например, вы можете вказать... У меня, например, там есть подсказочка, там у меня написано, что фамилию надо вписывать с большой буквы, иначе она не засчитается как правильный ответ. Ну, а вы можете любую другую подсказку добавить, которая поможет участнику. Вот только вот такой вариант присутствует. Разновидность таких карточек еще так называемый диалог карты. Вот здесь карточка действительно переворачивается. Здесь с одной стороны будет вопрос, с другой стороны – ответ. Причем здесь она еще может быть озвученная. В данном случае вот у меня с аудиозвуком она. В чем суть? Нужно определить, кому принадлежат стихи. На лицевой стороне карточки у меня озвучка, стихотворение звучит, если нажать на синюю кнопочку вот эту. Есть картинка к этому стихотворению и его название – «Кость у костра». Читаем название, слушаем стихотворение, смотрим на картинку, если она нам поможет. Ну и дальше сами про себя называем. Это карточки с самопроверкой. А чтобы узнать правильный ответ, нажимаем на кнопку «Перевернуть». И сами себя проверяем, угадали мы или не угадали. Таким образом можно создавать, например, в библиотеке виртуальные выставки. Вот у меня такая викторина как раз получилась а-ля виртуальная выставка. То есть здесь у меня присутствует озвучка стихотворения. Да, сервис абсолютно бесплатный. Да, без ограничений работающий на русском языке, в основном отечественный. Так что присоединяйтесь к нам. И впереди у нас еще на вебинаре много интересного осталось. Вот такая вот карточка с самопроверкой. Конструктор, но идентичный. Только немножко выглядит иначе. Озвучку с YouTube брать или откуда? Озвучку берем с компьютера. То есть нам требуется заранее записать озвучку, либо взять ее, либо самим наговорить. Ну, как хотите. Мы, например, просили читателей прочитать стихотворение. Поскольку я в библиотеке работаю, вот у нас такая акция была. Читатель, прочитай стихотворение. Мы сделали звукозапись, и чтобы она не пропала, из этих звукозаписей сделали вот такую выставку. Связь, к сожалению, пропадает. Будьте добры, просигнализируйте огоньком. Всем ли хорошо слышно? А то пишут, что у нас запись не начала пропадать. Ага, слышно. Отлично. Хорошо. Тогда запись будет в хорошем качестве. Вы сможете через несколько дней ее послушать. Либо можете прямо сейчас перейти в группу Директ Академии ВКонтакте, и там, может быть, будет лучше. Да, либо перезайти. Третий способ. Вот конструктор таким образом выглядит. Это у нас лицевая сторона карточки. Это ответ, то есть оборотная сторона. Здесь мы добавляем картинку, здесь мы загружаем аудиофайл. Все очень просто и понятно. Таких карточек можно создать неограниченное количество. Про этот тип контента я уже говорила. Это ленты времени. Если кто-то был на прошлом вебинаре, то, может быть, запомнил. Я о них уже рассказывала, но все равно несколько слов расскажу. Напомню, кто слышал, и расскажу тем, кто не слышал. Ленты времени. Это такая шкала с временными отсечками, которая рассказывает о каких-то событиях, в иронологическом порядке. О событиях в жизни писателя, об истории города, о географических открытиях, обо всем, о чем угодно. Главное для того, чтобы создать такой вид контента, нам нужны даты, описания событий и медиа-контент, который мы хотим вставить в эту ленту времени. Прелесть этой ленты в том, что она мультимедийная. Здесь есть красивый слайд, который мы можем самостоятельно оформить, картинку в качестве фона выбрать, а дальше на этом красивом слайде будут показываться вот такие карточки, как слайды презентации, их можно листать стрелочками вперед и назад. На каждом слайде будет какая-то отсечка временная и небольшой рассказ о событии, которые относятся к этому времени. Листать можно стрелочками, листать можно по временным отсечкам. Они находятся внизу в виде вот таких черных точечек. Можно там щелкать мышкой, но интереснее листать слайдами. Две ссылочки я вам опять в чат отправила и расскажу немного о том, как создавать. На самом деле ничего сложного в этом нет. Если у вас уже материалы изготовлены, то давайте посмотрим на конструктор. Итак, заголовок, как обычно, описание, если необходимо, можно его добавить в основной текст. Загружаем фоновую картинку. Если мы пропустим этот шаг, то у нас будет просто на сером фоне вся наша лента времени. Если мы хотим красиво, то можно загрузить красивое изображение с компьютера. Высота ленты времени по умолчанию стоит 600. Она будет узкая. Если вам нужно пошире, допустим, вы для людей с ослабленным зрением будете делать, то выставляйте здесь ширину побольше, например, от 1000, чтобы лента времени была пошире, и читать ее было удобнее. Так что здесь все вручную регулируется. Это подготовительный этап. Дальше переходим к добавлению даты событий. Это делается в разделе «Даты». Конструкторы вот так выглядят. Мы вписываем дату. Здесь они вписываются через запятую в обратном порядке. То есть сначала год, потом запятая месяц, потом опять запятая день. Формат здесь подписан. Дальше. Окончание даты не обязательно. Если хотите, можно вписать, можно пропустить. Обязательно только начало события и его название. Далее. В раздел «Основной текст» мы вписываем описание события. Если мы щелкнем в это поле, то откроется конструктор для форматирования текста. Текст можно делать наклонным, жирным, побольше, поменьше. Небольшие настройки форматирования здесь присутствуют. Дальше, если мы опустимся чуть ниже, появится строчка «Объект». Сюда мы будем вставлять медиа. Вот здесь важно обратить внимание на то, что вставляются картинки и видео из Ютуба, и Гугл-карты, но вставляются они только по ссылке. Даже если вы хотите картинку загрузить сюда, то нужно ее найти в интернете, чтобы она уже где-то была опубликована. И через ссылку на нее сюда ее вставить. Ну и, наконец, если мы хотим картинку подписать, есть раздел «Титры». Подписывать можно картинки, видеоролики, карту тоже можно подписать. И дать еще источник авторства, например, указать, если хотите. Итак, мы работаем с каждой датой. Чем больше дат, тем длиннее у нас будет конструктор. Да, с Яндекс.Диска тоже можно по ссылке. Главное, чтобы это где-то было в интернете, и ссылка поддерживалась. Вот так выглядит заполненная карточка. Вот у нас событие, вот название, это то, что будет жирным шрифтом, выделено большими буквами. Это сам текст. Ну и вот внизу ссылка на картинку. Вот это минимум, что необходимо, чтобы создать слайд. Ну и дальше опускаемся все ниже, ниже, ниже по страничке, добавляем новые и новые даты, и в конце нажимаем на кнопку «Сохранить». Ждем какое-то время, и получаем ленту времени. Вот так довольно несложно. Все. Еще более несложно создавать интерактивные плакаты. Что это за зверь такой? Вот сейчас на экране пример такого плаката, а я вам сейчас ссылочку отправлю на интерактивные плакаты. Не одну, а у меня их тут три. У меня тоже что-то задергались картинки. Боюсь, что тоже может со связью перебои. Так что, если что, сигнализируйте в чате. Итак, интерактивные области на изображении. Это все называется. На самом деле, интерактивный плакат или интерактивная картинка. От нас требуется загрузить какое-то изображение, нанести на него метки, так называемые горячие точки. Вот они видят плюсиков обозначены. Нажимая на эти метки, мы открываем дополнительную информацию. Вот это, например, экскурсия по Санкт-Петербургу. Щелкаем по названиям улиц, и нам рассказывают, чьим именем названа эта улица. Дальше тут небольшой портрет этого человека. Сюда можно добавить не только текст и картинку, можно и видео добавить с YouTube. По ссылочке. Давайте посмотрим, как работает этот конструктор. Подготовительный этап. Как у ленты времени. Нам нужна фоновая картинка. Это обязательно. Любое изображение, на которое мы будем наносить метки. Дальше. Выбираем цвет метки, ее вид. В виде плюсика, например. Либо, если откроем весь список, можем посмотреть какой-то другой вариант. И цвет. Это подготовительный этап. Дальше, после того, как картинка загрузилась, мы начинаем выставлять на ней метки. Тут плохо, что картинка становится вот такой маленькой. Правда, здесь есть лупа, мы можем ее увеличить. Мы прямо по картинке щелкаем в том месте, куда мы хотим поставить метку. Вот она. У меня в уголочке стоит. Вот она, эта метка. Дальше открывается конструктор, где мы можем добавлять интерактивное содержимое к этой метке. Текст я вписала. Внутрь текста можно добавить гиперссылку. Она будет синеньким выделена. Плюс дополнительно сюда можно добавить еще видео и картинку. Причем количество контента не ограничено. Если в ленте времени одно событие было и одно медиа, то здесь в плакате вы можете создать неограниченное количество медиа. То есть можно и текст, и видео, и картинку три в одном сюда вставить. Новый контент добавляется через серую кнопочку. Добавить айтем. Добавить новый объект. И вот так мы с одной меткой работаем. Дальше опускаем конструктор вниз. Опять та же картинка появляется. Мы щелкаем уже в другом месте. И, соответственно, к новой животинушке добавляем новый интерактив. Сохраняем и публикуем. Ну, вот так выглядит, например, вариант с сандаторой. Вторая у меня метка. Добавляем новую кнопку, новую метку через синюю кнопку, а внутрь метки новый контент через серую. Не путаемся. Мы перешли уже к таким большим форматам. Я немножко перебрала сегодня. Но сервис такой интересный и многообразный, что больно что-то выкидывать, а на две части тоже как-то дробить не так интересно. Поэтому прошу прощения, если кому-то надо спешить, а я продолжу, тем не менее. Итак, создаем виртуальный тур. Это интересный шаблон. Он недавно появился в сервисе. Пару ссылок я сейчас отправлю. Первая ссылка на английском языке – это пример, который я взяла на самом сайте. Второй – это то, что я сделала сама. Он сейчас на экране. Это памятник Леониду Гайдаю в Иркутске. Шаблон называется «36 градусное окружение». В чем суть? Эта картинка панорамная. То есть мы ее мышкой можем перемещать вверх-вниз, двигать вокруг своей оси и осматривать. Это памятник, состоящий из двух скульптур, стоящих друг напротив друга. То есть панорамная съемка. И поверх этой картинки нанесены, как мы видим, интерактивные метки, которые можно нажимать. Здесь у меня аудиозапись, здесь у меня фотография, здесь какой-то текст небольшой. Это исключительно пробная была работа. Просто для примера я ее сделала. Как это все работает? Внутрь конструктора мы загружаем панорамную фотографию. Мы наверняка с ними работали, или знаете, или видели такие варианты. То есть это картинка, фотография, которая такая длинная она. Длинная, узкая. И она охватывает на 360 градусов окружающую природу. Мы ее загружаем и на нее наносим интерактивные метки. Что-то вроде плаката, но такого многомерного. Можно необязательно грузить вот эту панорамную картинку. Вот так она будет выглядеть. Это красная площадь в панораме. То есть вот такая она растянутая и длинная. Если у нас нет таких картинок, и мы их сами сделать не можем, я их тоже сделать не умею, поэтому взяла, что нашлось в интернете. А на самом деле их можно и самостоятельно делать, если вы мастер фотографии. Если такой картинки нет, то можно загрузить обычную фотографию, ничего страшного не будет. Правда, она не будет вращаться на 360 градусов, но на ней тоже будут интерактивные метки. Получается такая виртуальная экскурсия. Итак, подготовительная работа. Загружаем саму картинку, подписываем, как она называется, выбираем стиль кнопки. Нам нужна кнопка с дополнительной информацией. Еще можно добавить как фон звуковую дорожку. У моей работы там есть звук, она в левом нижнем углу есть. Эта кнопочка, она не всегда показывается почему-то, но она и присутствует. Можно даже звук подключить. Через компьютер загружаем звуковую дорожку. Это будет как фоном играть, ее можно отключить зрителям. Далее. Далее открывается наша картинка в вот таком конструкторе. Здесь у нас кнопочки. Я их пронумеровала, чтобы было понятнее, что и что. Поверх картинки можно добавить текст. Это цифра 2. Картинка цифра 3. Это у нас аудиозапись с компьютера цифра 4. Видео по ссылке с YouTube цифра 5. И также поверх этой картинки можно добавить викторины. Викторина с утверждениями и викторина с выбором одного ответа из нескольких. Нам уже знакомы, я про них рассказываю. Как здесь все работает? Просто выбираем нужную кнопку и мышкой тянем ее поверх картинки. Ставим в нужное место. Открывается сразу конструктор, например, для добавления текста, либо окошечко для добавления ссылки. В зависимости от того, какую кнопку мы нажмем. Либо конструктор, чтобы викторину создать. И мы его заполняем. Возвращаемся обратно к картинке. Нажимаем на новую точку и снова новую метку наносим. Вот таким образом здесь все устроено. Дальше. У нас внизу есть еще такая кнопочка «Новая сцена». «New scene». А это что такое? А это для того, чтобы несколько картинок собрать в одну большую экскурсию. Например, у нас есть залы в нашей библиотеке, или в нашем музее, или в нашей школе. Есть несколько залов. И мы хотим создать экскурсию по залам. То есть сначала фотографии первого зала, потом второго. Либо у нас в одном зале, но несколько экспозиций. Мы можем загрузить 2-3 экспозиции, как новые сцены. И сделать между ними переходы. Сначала мы грузим новую сцену. Опять откроется такой же конструктор, и мы опять будем наносить на него метки. Так мы можем этих сцен создавать столько, сколько захотим. Ну и дальше начинается самое интересное. Нам эти сцены нужно соединить в одну линию. Ну вот, пожалуйста, добавляем новую сцену. И зафиксировать старую стартовую позицию сцены. То есть, например, я хочу, чтобы она открывалась вот как раз на этой картинке. И вот я ее нашла и зафиксировала, что отсюда будет моя экскурсия начинаться. Ну и дальше делаем переходы. Я кнопочку номер один не озвучила. Это как раз кнопочка для создания переходов. Открываем нашу стартовую картинку, которую мы пометили как стартовую. И вот эту кнопочку выбираем. Ставим где-нибудь в уголочке, чтобы ее было видно, чтобы она в глаза особо не кидалась. Переход на новую сцену. Пользователь увидит всплывающую подсказку, что это переход на новую сцену. И так у вас со сцены к сцене он будет курсировать. И таким образом вы можете сделать переходы и создать целую экскурсию из нескольких фотографий. Это очень хорошая на самом деле штука, потому что я одно время изучала сервисы для создания таких туров виртуальных и поняла, что удобно – это единственный инструмент, из которых я смогла найти в интернете, который делает это бесплатно. Потому что технология довольно затратная, сложноватая, тем более если это 3D-картинка панорамная. А вот здесь это можно сделать бесплатно и довольно интересный вариант получится. Например, можно провести экскурсию по школе, по библиотеке, по любому помещению и не только. Дальше я уже буду говорить покороче, потому что мы основные шаблоны разобрали, и здесь будет уже попроще. Поэтому если вы будете осваивать сервис, то лучше переходить от простых форматов, допустим, от векторин к более сложным презентациям постепенно. Потому что действительно здесь уже сложновато будет сразу с наскоку, но все равно давайте посмотрим. Презентация курса, так называется, шаблон. У меня тут много ссылок, потому что презентаций создано в этом сервисе довольно много. Ну, наверняка вы работали с онлайн-сервисами для презентации. Google презентации, может быть, создавали Яндекс презентации, может быть, какие-то другие. Здесь принцип немножко другой. Здесь все немножко по-другому будет. Насчет скачать в том формате, в котором вы привыкли, нет, к сожалению, скачать нельзя. Если нужно скачать, то это Google либо Яндекс. Здесь они будут только через интернет доступны. Нам выдают слайд. Слайд номер один. Он будет пустой. Я загрузила просто красивую картинку и сделала из нее обложку. А вообще изначально слайд будет белый, и мы его должны раскрасить. Здесь нет никаких шаблонов, нет никакого дизайна оформительского. Здесь просто есть чистый слайд, на который мы будем наносить контент. Но внутрь презентации можно встроить практически все, что угодно. Кроме стандартных текстов, ссылок, картинок и видеороликов, и аудио, мы можем добавить внутрь презентации викторины. Это очень полезная штука, если вы готовите какие-то цифровые уроки, например. То есть сначала даем теорию на слайдах презентации, а в конце какая-то викторина на то, насколько усвоена теоретическая база. Либо по ходу. То есть посмотрели несколько слайдов, раз ответили на несколько вопросов. Поехали дальше. Как это все работает? Слайд мы можем раскрасить. Внизу для этого есть кнопочки. Я на следующем покажу вам, где они находятся. А контент добавляется через нажатие соответствующей кнопки. Я их тут все подписала. Вот это еще, кстати, не все. Здесь все викторины практически, которые мы разобрали с вами в начале вебинара. И вот здесь продолжение. Диалоговые карты, отметь слова, переноску и так далее. Таблицу можно вставить. Как это все работает? Берем кнопку, щелкаем по ней, либо мышкой переносим в поле. Открывается конструктор, мы его заполняем. Все очень несложно выглядит. Вот внизу кнопочки для декорирования слайдов. Их можно заливать фоном своим. Можно в качестве фона картинку загрузить. Я загрузила картинку. Либо залить каким-то цветом. Слайды меняем местами, дублируем, добавляем, удаляем. Стандартные кнопки просто находятся внизу. Интерактивные викторины будут на слайдах обозначены вот такими кружочками. Это значит, что здесь три вопроса спрятаны внутри этой презентации. Например, вот я добавляю текст. Открывается конструктор, я вставляю текст. Это инструменты для его форматирования. Тут есть возможность добавить ссылки, выбрать шрифт, цвет, размер и тому подобные вещи. И таким образом каждый элемент через такой конструктор пропускается. Далее. Здесь, если вы обратили внимание, я не особо акцентировала. Но давайте вернусь и акцентирую. Здесь есть возможность настройки внутренней навигации. Это навигация между слайдами в виде такого якорька, кнопочка. Например, если вы хотите, чтобы у пользователя была возможность из этого слайда перейти не на следующий, а перепрыгнуть. Допустим, у вас длинная презентация, и вы хотите сократить пути. Например, если вы хотите почитать то, то переходите сюда, а если этот, то вот сюда. Для этого есть такая кнопочка с якорьком. Для начала нужно создать все слайды, ну а дальше добавлять эту кнопку. Здесь мы вписываем, вернее, выбираем опцию, на какой слайд нужно переходить при нажатии на эту кнопку. Ну и можно вписать прямо конкретный номер слайда сюда, который он будет по счету 2, 3, 5, 10 и сохраняется. Таким образом здесь получается внутренняя навигация. Презентацию нужно листать. Ну, откройте ссылочки, посмотрите, она листается по стрелочкам. Можно щелкать внизу по вот этим вот серым отметкам, а можно листать по стрелочкам. На экран, чтобы показать ее на большом экране, мы ее открываем в своем рабочем кабинете, выводим на большой экран и разворачиваем. Вверху, вправо, в верхнем углу будет кнопка «Развернуть на версии экрана». Таким образом ее можно развернуть и показывать прямо на большом экране. Дальше. Здесь есть еще возможность добавления викторин. Как я уже сказала, вот пример. Допустим, я выбрала сюда внутрь добавить какой-то вопрос с выбором ответа, и знакомый нам конструктор открылся, мне его остается только заполнить и сохранить. И все это тут же вставляется внутрь презентации. То есть такая матрешка у вас получается. И вот так, слайд за слайдом, я добавляю интерактив, я добавляю картинки, тексты, изображения, все, что считаю нужным, и сохраняю. Если внутри презентации находятся викторины, то на последнем слайде опять нам выдадут счет, сколько баллов мы набрали, отвечая на эти викторины. Если викторин нет, то просто презентация закончится. Еще один такой интересный формат называется интерактивное видео. Тоже довольно такой трудоемкий. Здесь уже за 10 минут мы не обойдемся. В чем суть? Про интерактивное видео у меня будет еще отдельный вебинар, правда, чуть-чуть попозже. Я буду там более подробно об этом рассказывать. Сейчас покажу просто и расскажу вкратце, как создается. Опять-таки есть обучалка, и можно посмотреть. Здесь я неправильно подписала, да, здесь будет интерактивное видео написано. Вы можете ссылку просто сохранить, да, там видео, поэтому может оно загружаться долго. А я расскажу, в чем суть. Это видеоролик, внутри которого вставлены вопросы, и можно вставлять тексты, ссылки, горячие точки, и многое-многое другое. То есть мы смотрим видеоролик, запускаем его, как обычное видео, и в нужный момент времени он приостанавливается, и появляется, например, вот, ответить на вопрос. Такой вот походу можно опрашивать школьников, задавать им какие-то задания, справочную информацию добавлять. Не обязательно это, можно вопросами их засыпать. Можно просто какую-то дополнительную справочную информацию вставить внутри видео, которой там нет. Это все годится для учебного контента, конечно же, в первую очередь, ну и в библиотеке тоже можно попробовать использовать. Как это все работает. Сначала мы загружаем видеоролик. Можно с YouTube, а по ссылке можно с компьютера. Ограничение только до 15 мегабайт. Да, обучалки, естественно, будут, все будет. Итак, загружаем его. Вот он у меня загрузился. Переходим в следующую вкладку, добавляем взаимодействие. Здесь примерно как в презентации. Вот список всех возможностей. По значкам мы уже будем догадываться, что внутрь можно вставлять тексты, таблицы, гиперссылки, картинки и разные виды викторин. Вот они здесь все. Вот 6-7 штук всяких разных викторин есть. Далее, тут есть еще возможность добавить горячие точки. Вы помните про интерактивные плакаты? Вот это можно внутрь видео вставить. И есть так называемый вопрос перекресток. Опять-таки, про каждый рассказывать отдельно не буду, потому что мы все эти шаблоны рассматривали. Расскажу про то, что мы не рассматривали. Как только мы выбрали какую-то кнопку, как вообще это все устроено, мы запускаем видео, в нужный момент ставим на паузу и после этого выбираем какую-то кнопку на нашем поле. Открывается конструктор, который мы заполняем. Вот, например, я решила добавить текстовую справочную информацию. Шаблон будет везде примерно одинаковый. Время показа установлено 10 секунд. Что это значит? Это значит, что текст будет висеть на экране всего 10 секунд. Если нам мало, увеличиваем. Если много, уменьшаем. Здесь вручную все. Далее. Как показывать текст? В виде кнопки. Либо прямо на весь экран его развернуть. Если мы выберем кнопку, то нам будет какая-то небольшая надпись. Например, дополнительная информация, прочитай и так далее. Вот сюда мы ее впишем в раздел «Метка». Либо «Постер» выбираем, и тогда сразу информация на весь экран откроется, и без проблем ее можно будет читать. Ну и, собственно, саму информацию вписываем, что должно появиться. Обязательно нажимаем на «Готово», «Сохраняем». И переходим опять к видео. Возвращаемся и добавляем следующий элемент. Вот все практические элементы добавляются примерно так. Вот, например, я хочу добавить гиперссылку внутрь видео. Такое тоже может быть. Если у нас есть веб-ресурс, где есть дополнительная информация, вставляем гиперссылку. Опять-таки устанавливаем время, придумываем название для этой ссылки, саму ссылку вписываем и нажимаем «Сохранить». Либо здесь, либо здесь. Все. Ссылка добавлена. Она будет появляться на экране во время просмотра видео. На время показа можно остановить видео. Вот для этого есть такая галочка. Это, наверное, нужно ставить, чтобы пользователь не отвлекался. То есть видео приостановится, у него будет возможность по этой ссылке куда-то перейти, а потом он может опять видео запустить и дальше начать смотреть, вернее, продолжить смотреть. Вот векторина, пожалуйста. Здесь уже без картинок. Викторины, которые мы будем добавлять внутрь видео, уже в картинках не нуждаются, по мнению создателей сервиса. Поэтому они здесь очень простые. Вопрос, варианты ответов правильные всегда первые. Сохраняем. И вот вопрос перекресток. Я ни разу его не встречала и сама не делала, но такая опция есть. В зависимости от того, как ответит пользователь, его могут перекинуть на какой-то другой фрагмент видео. Например, если пользователь ответил неверно, его могут вернуть назад, где был этот ответ проговорен, чтобы он еще раз посмотрел этот фрагмент видео и еще раз ответил на вопрос. Если пользователь молодец, ответил верно, его можно перекинуть вперед. Вот как это делается. Для этого создается текст вопроса и дальше вписываются варианты ответа. Первый выбор. Например, здесь будет верный вариант ответа. И тогда мы сюда, где перейти к, вставляем тайм-код этого фрагмента. Только тайм-код нужно заранее выяснить, на какой фрагмент мы хотим, потому что придется его писать вручную, минуты, секунды. Дальше второй выбор, например, неправильный ответ. Тогда мы возвращаем его назад. И тайм-код прописываем другой. Сохраняем. И получаем вот такой интересный квестовый элемент. То есть можно пользователя в разные фрагменты видео перенаправлять. Повторюсь, опять-таки, это такой сложный вариант, что я его нигде не видела и сама не пробовала. Но есть. Ну и, наконец, про горячие точки я говорила. Они здесь немножко другие. Они не открывают дополнительную информацию. Они, эти горячие точки, могут опять-таки перекинуть на какой-то момент видеоролика. Только на вопрос отвечать не надо, а просто. Например, у вас длинное видео. Длинное-длинное видео. И вам нужна какая-то точка, чтобы она вела на конец. Вот для этого выбираем переход на тайм-код. Либо горячая точка может ввести на какую-то страницу в интернете. Придумываем вид этой точки, цвет ее. Можно добавить, чтобы она мигала, чтобы ее сразу было видно внутри видеоролика. Таким образом насыщаем наше видео разными интерактивными контентами. Временные рамки есть, когда отвечаешь на вопросы. Пока не ответил на вопрос, видео не запустится. То есть вы его приостанавливаете до тех пор, пока пользователь не ответит. Как только он ответил, видео сразу возобновляется. И можно смотреть дальше. Нет временных рамок тут, нет. При ответе на вопрос. Ну и еще у этого шаблона есть возможность добавлять закладки внутри видеоролика. Для этого есть внизу кнопочки соответствующие. Вот такими флажочками можно добавить закладку. Для чего это нужно? Например, опять-таки повторюсь, видео длинное. И вы можете сделать такое оглавление видеоролика, которое будет показываться в самом начале сюжета, по которому пользователь может сразу посмотреть, что ему нужно, выбрать нужные фрагменты, сразу его глянуть. Быстро и просто. Вот таким образом. Это, конечно, основные опции у интерактивного видео. Если вас это заинтересовало, то приглашаю в обучалку. Там более подробно я обо всем рассказала. И упостряемся к концу. Наш вебинар движется про интерактивные книги. Что бы хотелось сказать. Это тоже хорошая штучка, похожая на презентацию. Но если презентация это была по горизонтали, горизонтальные слайды, и они все-таки конечные, то есть на слайд мы не можем неограниченное количество информации вставить, то вот в интерактивную книгу можно все. Это бесконечные страницы вертикальные, которые, они правда не перелистываются, но они стрелочками перещелкиваются. Нажимаете на кнопку читать, а дальше щелкаем по страничкам. Они должны отражаться с левой стороны. Вот эти странички. Мы по ним можем перещелкивать, почитывать эту книгу. Страница бесконечная. На нее можно вставить самый разнообразный контент. Давайте я вам шаблон покажу, чтобы было понятнее. К сожалению, опять-таки, этот шаблон русско-английский, потому что мы видим, что вот контент, огромнейший список, тут практически все шаблоны, о которых я уже говорила. Это все можно вставлять в эту книгу бесконечное количество раз. Через Google Переводчик можно перевести. Я так и делала, если забывала, что как называется. И тогда здесь становится все понятнее. В этом списке у нас есть и заполни пропуски, и калаш можно создать, и презентацию вставить, и эссе, и таблицу, и текст, и можно встраиваемый объект добавить. Вот, например, у меня книга про музы древней Греции. Там на последней страничке будет викторина, которую я создала в Ленинепсе, в другом совершенно сервисе, но вставила ее сюда, в книжку. И все у меня работает. Картинки, интерактивные плакаты. В общем, все шаблоны, которые мы рассмотрели, можно вставить внутрь книги. Добавляется через синюю кнопочку. Каждая страница через синюю кнопку и каждый вид контента. Таким образом вы можете создавать огромнейшие интерактивные мультимедийные форматы. Пожалуй, это, наверное, самый большой из всех форматов, которые здесь представлены. Вообще, сервис, постоянно у него появляется что-то новое. Вот, например, я увидела два новых шаблона, которые меня заинтересовали. Они очень простые. Здесь буквально пару слов расскажу и покажу просто ссылками. Они позволяют структурировать информацию. Больше это, конечно, наверное, пригодится учителям, хотя я думаю, что библиотекари тоже придумают, как это можно использовать. Ваши дети с увлечением выполняют такие задания. Да, мои читатели с увлечением выполняют такие задания. В школе я уже не работаю, поэтому у меня читатели сейчас разновозрастные, но все равно даже взрослые пользователи, вот, например, викторину про героев войны в Заполярье, я опубликовала просто для взрослых читателей в группе ВКонтакте. И все с таким удовольствием в нее играли, узнавали новую информацию. Поэтому было здорово. Да, вот об этом я и говорю, что много вариантов подачи информации, поэтому обидно, если этот сервис пройдет мимо нас. Поэтому я о нем сегодня так долго и подробно рассказываю. Структурная полоса. Это, по сути, возможность создать рабочий лист. Ну, кто в школе работает, наверняка знаком с этим. Вот, например, ссылочка. Прочтите роман Робинзон Круза и заполните структуру. Ну, таблица, по сути. То есть это, по сути, такая интерактивная таблица. Вверху идет видеоролик, который рассказывает про эту книгу, а дальше учитель просит заполнить вот табличку. Здесь уже есть графы, а здесь пользователь самостоятельно может что-то написать. Единственный недостаток этой структурной полосы в том, что здесь нельзя сразу себя проверить, и здесь нельзя сразу отправить это на проверку учителя. Как это все делается? Это можно скопировать и сохранить, просто скриншот сделать, и учителю отослать, например, по почте, либо принести на уроки, показать. Вот. Единственное, что вот такой вот связи нет, прямой, чтобы сразу отправить на проверку. Ну, а в целом очень интересная штука. Шаблон очень простой. Нам нужно просто добавлять секции, давать им заголовки и какие-то инструкции-подсказки. Каждую секцию мы можем раскрасить в какой-то цвет, выбрать фон и шрифт, вернее, цвет текста. Вот и все. И такая вот табличка будет, такой вот рабочий лист. Пользователь будет отвечать на вопросы, ну, а дальше уже как решите, либо он вам скопирует это, пришлет, либо каким-то образом еще покажет то, что у него создалось. И еще один шаблон, это из новенького, называется информационная стена. Я вам ссылочку тоже отправила на него. Это для создания списков самых разнообразных. Это могут быть списки веб-ресурсов, списки интересных сайтов, списки, там, 10 книг, которые вам нужно прочитать обязательно. Список для летнего чтения, в конце концов, для школьников можно так оформить. В общем, все, что захотите. Это вот такой вот списочек, состоящий из текста и картинки сбоку. То есть здесь может быть обложка книги. Ну, вот как вариант, каталог ягодок. Опять-таки, это все безумно просто делается. Добавляем панель. Панель – это вот такой блок. Ну, вот, например, про малину. Это первая панель, клубника, соответственно, вторая. А внутри мы уже можем добавлять текст. Вот в разделе «Записи» сюда вставляем текст и добавляем картинку, если необходимо. И вот из таких блоков мы создаем такую информационную стену. Оформляем довольно симпатично получается, на мой взгляд. Это последний шаблон. Про ветвящийся сценарий тоже скажу пару слов. Это тоже из последнего. Тоже сложный довольно. Я пока к нему не подступала, с никоим образом к этому шаблону. Ссылочку отправлю. И обучалка есть. Правда, не моя. Но, тем не менее, есть люди, которые это освоили. Что это такое? Это целый учебный курс, который создается как по принципу, что пользователь сам выбирает, какой фрагмент этого учебного курса ему интереснее изучать. Ну, например, мы создаем курс «Литература XIX века». И внутри этого курса несколько разделов. Допустим, раздел про Пушкина, про Лермонтова, про Гуголя, про Толстого. Вот из таких блоков. А пользователь сам выбирает, какой раздел он будет смотреть. Пушкина или Лермонтова, Гуголя или Тостоевского. На его взгляд. Для этого существует как раз вот этот конструктор. Ветвящийся сценарий. Он пока не переведен на русский. И он немножко запутанный, сразу скажу. Но интересно. Получаем вот такое белое поле, на которое будем вытягивать разные виды контента и создавать из них ветвяющийся сценарий. Как это работает? Например, через кнопку «плюсик» добавляем первый элемент. В качестве элементов можно добавить тексты, презентации, картинки, интерактивные плакаты, интерактивное видео и видео обычное. Вот это здорово, что вас заинтересовал и что вы обдумываете. Вот для этого я и стараюсь сегодня. Спасибо большое за отзыв. Итак, вытягиваем, например, текст. И здесь пишем какое-нибудь слово приветственное, допустим. Рассказываем, что это за учебный курс и что пользователи могут самостоятельно выбирать, что они захотят изучить в рамках этого курса. Это будет наш первый блок. Вот он. Приглашаем в мир литературы. У меня он начинается. Вот здесь. Дальше видим опять «плюсик». Это значит, что можно добавлять новый вид контента сюда. А дальше мы должны предоставить выбор. Это называется вот эта вот кнопочка «branching question». Это ветка вопроса. Коряво перевести на русский. То есть это будет вопрос, где пользователю спросят, что он хочет. Пушкина или Лермонтова, грубо говоря. Вытаскиваем его на рабочее поле, прикрепляем к нашему блоку номер один. И вот здесь, на этом белом поле у нас со временем получается такая ветвящаяся структура. Ну, вот вопрос. О каком направлении литературы вы бы хотели узнать? «Сентиментализм» или «Классицизм». Варианты ответов. Если пользователь выберет «Сентиментализм», он пойдет в одну часть курса. Если «Классицизм» – в другую. Мы создали этот вопрос, нажали «Сохранить», и он у нас отобразился на экране. Вот. У нас две альтернативы появились. А1 и А2. А дальше мы прикрепляем сюда контент. Например, у нас есть презентация. Вернее, не есть, а мы ее сейчас создадим здесь и сейчас. Сейчас выбираем курсовая презентация и прикрепляем ее к альтернативе номер 1. То есть, если участник выбрал «Классицизм», он будет смотреть презентацию. А дальше, как вы понимаете, откроется конструктор с презентацией, и мы ее будем создавать. Дальше. Если участник выбрал «Сентиментализм», то, например, мы хотим предложить интерактивное видео. Тоже вытаскиваем его сюда на экран и создаем. Здесь заранее ничего не создается. То есть, все здесь и сейчас. Конструируется прямо по ходу. Естественно, это все можно сохранить. Это требует, конечно, много времени. Это безумно много времени. На все это уйдет. Поэтому это все сохраняется в личном кабинете. Вы можете вернуться и отредактировать потом. И вот такие вот штучки мы создаем. Альтернатив может быть не две, а больше. Можно хоть десяток их. Но это будет еще больше усилий потрачено. Дальше. Если мы хотим, чтобы пользователь вернулся назад. Допустим, он посмотрел презентацию, а дальше что? А дальше мы хотим его вернуть назад, чтобы он еще что-то выбрал. Для этого в настройках мы выбираем перепрыжку на другую ветку. Называется это Jump, то и надо Brunch. Это значит, он вернется назад, и опять ему этот же вопрос зададут, и он, может быть, выберет какую-то другую ветку. А если мы хотим, чтобы на этом все закончилось, то выбираем вариант Custom End. Соответственно, End – это у нас окончание сценария. Да, окончание сценария. Тогда все. Пользователю появится сообщение, что обучение закончилось, курс закончился, он молодец. Вот такая вот версия. Дальше, если мы выбрали перепрыжку в другую ветку, то нам открывается список всех веток, которые у нас уже были созданы. Мы просто из списка выбираем, куда мы вернем нашего пользователя. В самую стартовую позицию, либо в середину нашего квеста, туда, куда захотим. Вот такая получается штучка, ветвящаяся. Ну, а это поле для окончания сценария. Здесь мы вписываем какой-то заголовок и пишем текст. Обратная связь. Молодец, спасибо, приходи еще. Ну, что-то вроде этого, наверное. В итоге у нас получается вот такая структура. Флажок означает, что сценарий закончен. Все, здесь будет конец. А вот этот вот значок означает, что пользователя вернут опять в начало, и он опять сможет что-то выбрать. Таким образом у нас устраивается вот такой интересный интерактивный учебный курс, внутрь которого можно встроить все шаблоны, о которых я вам уже рассказывала. В конце, естественно, можно настроить оценку пользователя. Вообще курс, он, как правило, идет безоценочный, то есть это самостоятельная работа. Но вдруг вам захочется как-то оценить пользователя, если он просмотрел все презентации, там, выполнил все задания, то можно рассчитывать оценку по ответам пользователя, например. Если он ответил на 10 вопросов правильно, можно ему дать обратную связь, что он молодец. Вот здесь такая опция тоже предусмотрена. Можно настроить начальный экран, что он увидит в начале, что он увидит в конце. Это все дополнительные настройки, которые добавят нам красоты в наш проект. Вот я надеюсь, что когда-нибудь доберусь до этого ветвящегося сценария и что-нибудь сделаю. Пока просто времени не хватает на это, но идеи уже есть. А здесь я просто полистаю слайды и просто вам несколько ссылочек отправлю в чат. Это уже для тех, кто работает с сайтами. Если вы ведете сайт в библиотеке, школы, учебного заведения, то вам могут пригодиться еще несколько форматов, предназначенных как раз для тех, кто ведет сайты-блоги. То есть это штуки, которые можно вставить на сайт и в блог. Например, можно аудиоплеер вставить. Наверняка возникли такие ситуации, когда нужно ссылку на аудиозапись, а она у вас есть на компьютере, и вы не знаете, куда ее закачать, чтобы получить на нее ссылку. Можно закачать в сервисе Судоба с компьютера, и он даст ссылку. И в этой ссылке можете делиться, и можете ее вставить на сайт в блог в виде плеера. То есть, по сути, это аудиоплеер. Шаблон так и называется. Здесь просто закачиваем и подписываем. Еще сложного в этом нет. Выбираем вид плеера, большой или поменьше. Другой вариант – это создание слайдера. Это такое слайд-шоу из фотографии, которое можно листать стрелочками вперед-назад. Шаблон называется слайдер. Это все вставляется на сайт и в блог. Загружаем картинки, подписываем, если их необходимо подписать, и сохраняем. Получаем вот такую вот истолку. Ее разновидность называется сопоставление изображений. Здесь у нас есть две картинки. Есть такая шторка, которая двигается влево-вправо. И можно сравнить две фотографии одного и того же места. Как Мурманск, например, выглядел в 50-е и 60-е годы и как он выглядит сейчас. Двигая шторку, мы выясняем. Рассматриваем картинки. Такой вариант слайдера, который называется «Что было, что стало». Что нужно? Опять две картинки загружаем. Первая картинка, вторая. Подписываем, если необходимо, и сохраняем. Сервис все остальное сделает за нас. Опять-таки, можно это просто просматривать, а можно вставить на сайты и в блоги для красоты, например. Ну и вот эта полезная штука, которой лично я пользуюсь, поскольку у меня блог, и мне иногда нужно что-то встроить в этот блог, а у меня нет кода для встраивания. Например, у меня есть замечательная виртуальная доска. Я очень хочу ее куда-нибудь встроить, но у меня на нее только ссылка, а кода нет, я не программист, я его не могу сама написать. Поэтому я пользуюсь удобой. От меня требуется просто ссылка. В раздел «Источник» я ее вставляю, выбираю, какой ширины я хочу контент получить. Например, у меня сайт шириной 800 пикселей. Я вписываю сюда 800, высоту, сколько захочу. И мне генерирует код как раз для моего сайта. Я вот мою замечательную виртуальную доску могу пристроить на сайт или в блог, куда захочу, по этому коду. Так что вот такая вот хорошая штука есть. Ну и в заключение я обещала про домашнее задание несколько слов сказать. Я о нем все-таки скажу. Домашнее задание позволяет учащимся посылать в личный кабинет учителя свои домашние задания в виде фотографий, в виде изображений, без регистрации. То есть здесь самая замечательная штука, что пользователям, ученикам не нужно нигде регистрироваться и оставлять свои персональные данные. Для того, чтобы создать домашнее задание, давайте я вам создам, а вы можете мне что-нибудь прислать и посмотреть, как это работает. Ничего страшного, я ничего смотреть не буду, они все удалятся. Домашние задания хранятся всего две недели, потом автоматически все удаляется. За это время учитель их может посмотреть и проверить. Итак, решение для дистанционной работы. Нажимаем на кнопку «Домашнее задание». Мы до этого вот здесь работали, сейчас перейдем в «Домашнее задание». Очень простой конструктор. Title – это заголовок, а здесь задание. Я написала просто «Выполнить упражнение такое-то, отошлите на проверку». Можем здесь текстом просто написать само задание, план работы и так далее. Расписать здесь большое поле, оно практически бесконечное. Ну и дальше сохраняем это все. На выходе мы получим ссылку, которую надо разослать ученикам. Вот я вам ее отправила сейчас в чат. По этой ссылке ученик переходит, вставляет картинку, свое домашнее задание сфотографированное, и отправляет на проверку. Как это учитель находит? Он открывает это свое домашнее задание в своем личном кабинете, и там рядышком будет список присланных работ. Их все можно просмотреть. Более того, там есть ручка, там есть карандашик. Можно там ошибки находить, исправлять, подписывать, подчеркивать. Такой редакторский наборчик там присутствует. Для тех, кто на дистанционке работал, тот меня поймет. Там очень хорошие вещи. Вот таким образом это все работает. Интересно и необычно. Да, подписывать можно от кого-то домашнее задание. Все верно. Забыла сказать, что да, естественно, надо подписаться, чтобы это не было анонимным. Только после этого вы получаете кнопочку. Там будет сначала представиться, а потом уже загрузить. Ну, соответственно, учитель сразу увидит, кто прислал, и может это все отслеживать. И еще один вопрос был на вебинаре у меня, где смотреть результаты викторин. Здесь нет подробной статистики. Если ваши викторины разгадывают пользователи, которые авторизированы в сервисе, ну, другие пользователи, например, зашли в мою викторину и в нее поиграли, то я увижу это в разделе «Результаты». Здесь, например, будет список всех, кто играл, вернее, не кто играл, а кто открыл викторину. А здесь будет дата, когда он в нее поиграл, и результаты, сколько баллов он набрал. Если вам нужно так прямо очень отслеживать результаты, то вы можете попросить учащихся, например, зарегистрироваться в сервисе. Они могут там ничего не создавать, но будут отвечать на вопросы викторины, а вы будете за ними следить через вкладку «Результаты». А если просто нужна общая статистика по количеству просмотров, по количеству… Ну, иногда это требуется, особенно у библиотекарей, сколько викторину посмотрело пользователи, то это в разделе «Отчеты». Здесь все пользователи авторизированы и не авторизированы с датами, когда они побывали, сколько времени провели на вашей викторине. Здесь можно получать статистику по конкретным датам, то есть за месяц, сколько поиграло в вашу викторину. Вот такие две полезные кнопочки. Вот теперь уже точно все. Прошу прощения, что так все было долго сегодня. Я старалась попыстрее, но не очень получилось. Это обещанные вебинары, обещанные инструкции. Пожалуйста, это вот по всем шаблонам, о которых я сегодня говорила, и даже о которых не говорила, здесь тоже все есть. Так что скачивайте презентацию, ссылки интерактивные. Был вопрос на вебинаре, как их открывать. Правой клавишей мыши. Просто открываете слайд презентации, правой клавишей мыши жмете и нажимаете на кнопку «Открыть ссылку». Вот она откроется в новом окошечке, вы можете пользоваться. Вот так это работает. Ну, пока я жду вопросов, как обычно, минутка саморекламы, как всегда, где меня можно найти, все мои координаты. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в группе или на канале Телеграм. И последняя ссылка – это на мой учебный курс. Он стартует в октябре, 16 октября. Поэтому, если вас интересуют курсы повышения квалификации по информационным технологиям, то милости прошу на курс. Последняя ссылка ведет на сайт Директ Академии, на страничку моего курса. Там вся программа расписана. Если у вас есть необходимость получить заветную корочку, свидетельство о прохождении квалификации, вы хотите заниматься информационными технологиями, то приходите. Там 8 блоков в течение месяца. Мы будем изучать разные интерактивные форматы. Будут домашние задания, будут проверки, обрядная связь и много всего интересного. Много полезной информации, надеюсь. Обучение платное, а платить можете вы лично, либо ваша организация. Если есть будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, либо через форму на сайте Директ Академии, либо в личных сообщениях я постараюсь вам подсказать. Ссылочку на курс мы еще раз вам продублировали. Для тех, кому нужен какой-то толчок в развитии, или кто просто хочет пройти повышение квалификации, выдаются свидетельства государственного образца. Так что для библиотекарей это вообще очень актуально, потому что мы квалификацию каждые 3 года должны проходить. Лично у нас такая история. Поэтому приглашаю. Будет интересно. Да, установленного образца. Все верно. Спасибо вам большое еще раз за внимание. Вопросов не было, но зато появились идеи у людей. Это здорово. Что-то новое создавать, это всегда великолепно. Значит, свои цели я все-таки добилась сегодня. Спасибо вам большое за внимание, за то, чтобы остались и дослушали до конца. Не забудьте скачать презентацию, а мы встречаемся через неделю. На следующей неделе мы поговорим еще об одном хорошем конструкторе, но уже на английском языке. Называется он «Жене Али». Тоже хороший инструмент, поэтому тоже мимо не пройдем. Ну и все, тогда буду прощаться. Хорошего вам вечера. Берегите себя. Всего вам хорошего. До понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok